МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. 45 лет вместе семейный и творческий союз Раисы и Виктора Виноградовых. Длинные новогодние праздники. Чем могут занять себя кандалакшане? Куда сходить и на что посмотреть? Почем вода для народа? Сколько будем платить за самую популярную коммунальную услугу с Нового года? С начала будущего года в Кандалакшском районе устанавливается новый и единый тариф на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению. Сколько теперь будем платить за самый популярный и необходимый ресурс? И какие еще изменения нас ждут? Смотрите далее. Все водопроводные сети в одни руки. Так будет с Нового года. А до этого в сфере оказания услуг по водоснабжению наблюдался, мягко говоря, непорядок. Особенно острая ситуация была в железнодорожном микрорайоне и населенных пунктах Лувинга и Книжая. Разные, порой не имеющие никакого отношения к коммуналке организации. Разные тарифы и в итоге масса проблем. Идеальный вариант – передать все сети введение Кандалакш-Водоканал. Но предприятие банкрот и в отношении него уже введена процедура конкурсного производства. Предполагаемый, скажем так, срок окончания конкурсного производства – это где-то осень 2015 года. Соответственно, чтобы нам к осени не выйти на, скажем так, без тарифного существования, тем самым, чтобы нам не обеспечить бесперебойную подачу холодного водоснабжения и водоотведения, было принято решение о создании нового предприятия. Данное решение проговаривалось на уровне правительства Мурской области. Новая компания, в свою очередь, будет поделена на четыре предприятия. Кандалакш-Водоканал-2 будет предоставлять услуги по водоснабжению в центральной части города – в железнодорожном микрорайоне Лувинги и Нивском. Кандалакш-Водоканал-3 будет решать вопросы, связанные с водоотведением на указанных выше территориях. Зоной ответственности предприятия Кандалакш-Водоканал-4 станет Зеленоборский, Кандалакш-Водоканал-5 – Нива-3. Такое деление, по мнению специалистов, вполне обосновано и даже необходимо. Да, мы разделили эти компании на несколько предприятий, но для чего это было сделано? Мы получили возможность применять упрощенную систему налогообложения, тем самым снизить рост тарифов для населения. Ну а что же с тарифами? С Нового года он будет новым, но единым для всех потребителей Кандалакшского района. Цифры согласованы с Управлением по тарифному регулированию Мурманской области. Водоснабжение – 25 рублей 22 копейки за куб, услуга по водоотведению – 23 рубля 70 копеек. Предельный индекс максимального размера платы граждан за коммунальные услуги, он рассчитывается и рассматривается только в сопоставимых условиях, то есть при неизменном объеме предоставляемых услуг. Например, мы сравнили, брали один по домам на Неве-3, центральной части города и в селе Луженко, то есть именно те районы, где происходит увеличение. Таким образом, по Неве-3 в целом совокупный платеж граждан будет в размере 6-7%. Что касается центральной части города, то размер платы граждан в целом по совокупному платежу в районе 4-5%. Что касается села Лувинга, там уменьшение размера платы. Это связано с тем, что ранее установленные тарифы для ООО МСТК, которая осуществляла водоснабжение, водоотведение, они были выше, чем сейчас установили для групп Кандалакши Водоканала. И все же, когда речь заходит о грядущем повышении цен или тарифах, у потребителей начинается вполне обоснованная нервная почесуха. Однако специалисты говорят, увеличение стоимости услуги не сильно ударит по карману Кандалакшан. Суммы в квитанциях за воду вырастут в среднем на 70 рублей. Обычная планерка в Горском военном лесничестве началась с торжественного момента. Прежде чем обсудить рабочие вопросы, сотрудники учреждения поздравили двух своих коллег с заслуженными наградами. Медаль генерал-армии Комаровский – ведомственная награда Министерства обороны. Учреждена 7 лет назад и вручается военнослужащим службы расквартирования и обустройства воинских частей. Обладателей такой медали всего несколько десятков по стране. В их числе и наш земляк Дмитрий Андреевич Шиповский и лесник Горского военного лесничества из Аллакурти. Дмитрий Анатольевич Шиповский работает в Горском лесничестве в Аллакуртинском участке с 1997 года. До этого мужчина более 30 лет трудился лесоинженером. Добрый, грамотный, умелый, с широкой эрудицией в лесном хозяйстве. Так характеризует Дмитрия Шиповского коллеги. Сам же обладатель медали говорит о себе скромно. Нужно работать и будет результат. Нас как-то не учили там работать за медали, за награды, там за, как говорится, за квартиры, за дачи, за машины. Работай, работай. Ну так вот и работали. В этот предновогодний день были особо отмечены заслуги еще одного сотрудника Горского лесничества. Почетной грамотой за мужество и эффективное управление по тушению лесных пожаров в опасной зоне благодарственным письмом Минобороны был отмечен инспектор Сергей Павлович Захаров. В чем секрет семейного счастья? Его разгадали посетители выставки фоторабот супругов Виктора и Раисы Виноградовых. Экспозиция под названием «45 лет вместе» открылась накануне в ГКЦ Нива. Выставочный зал ГКЦ и семью Виноградовых связывает многолетняя дружба. Виктор и Раиса предоставляют свои работы для организации многочисленных фотовыставок. Юбилей совместной жизни они тоже решили отметить персональной экспозицией. Они на снегу рахотно им в этом помогла. На открытии выставки собрались добрые друзья по жизни и по творчеству. Сами того не ведая, они открыли секрет семейного счастья Виноградовых. Он в общем увлечении. Ведь с фотоаппаратами супруги не расстаются. Фотографируют везде. И на даче, и на природе, и в семье. Молодцы, умницы. Видите, у нас вообще... Это, знаете, было раньше... Как с фотоаппаратом? Мурзилка! Во! Мурзилка с фотоаппаратом! Нет, он молодец. И Раечка молодец. Она хранительница очага. Дай Бог, он еще столько же прошелся. Мне фотоаппарат папа подарил, когда было 14 лет. Там уж я выходила, 18 лет. Но уже с фотоаппаратом, вот со своим фотоаппаратом. И вот 50 лет не отпускаем из рук. Трогательный и волнующий, заставляющий задуматься. Такие работы супругов виноградовых, друзей художников. Иначе и быть не может, когда к каждому снимку прилагается еще душа и сердце мастера. Ну а в саму новогоднюю ночь Кандалакшан ждет и традиционное, большое массовое гуляние. Оно развернется на двух площадках в центре города и у ДК «Металлурка» на Неве-3. Культурная жизнь нашего города забьет ключом в первые дни Нового года. 6 января в Гакоценива откроется кинофестиваль «Соповедный формат». Такого рода мероприятие уникальное, до этого никогда у нас не проводилось. В течение нескольких дней Кандалакшани смогут посмотреть интересные фильмы о дикой природе, снятые в Кандалакшском заповеднике профессиональными документалистами для каналов Discovery и CBS. Необычные северные пейзажи, интересные факты о жизни обитателях флоры и фауны. Каждый день новый фильм. Широко публике они малоизвестны. 6 января гостям фестиваля будет показана лента «Морская сорока», 7-го птичьей истории. 8 января Кандалакшани смогут посмотреть на большом экране документальный фильм «Заповедные острова Кандалакшского залива». 9-го кинолюбы насладятся документальной лентой под названием «Мадам Гага», а еще «Тайны птичьих гнезд» и «Озеро в море». В рамках кинофестиваля «Заповедный формат» в фойе Гага Ценева будут работать сразу несколько экспозиций. Одна уже открылась накануне. Это необычная фотовыставка. Так же, как и фильмы, это фотовыставка о заповеднике. А представляем мы ее, потому что автором этих фотографий является сотрудник заповедника, который более 30 лет проработал там и вот снял такие замечательные кадры. Это Василий Борисович Войщиков. И это еще не все. 2015 год объявлен годом литературы. А поэтому ни дня без книги, ни дня без интересных историй. Работники Центральной библиотеки приглашают всех горожан окунуться в мир фэнтези. 3 января в 14 часов на Первомайской 51 пройдет первый в Кандалакше фанфест Лихолесье. Его главная тема – персонажи из фильма «Властелин колец» и «Хоббит». Мы любим Хоббита, «Властелина колец» и вообще вселенную Средиземья Джона Толкина. И поэтому мы приглашаем всех любителей фэнтези и фантастики посетить наш фанфест Лихолесье. Здесь нас ждет очень много в программе фестиваля «Игра-квест-хранители», мастер-класс «Брошь из Лихлориена», который будет вести никто иной, как легалазель на лист. Будет конкурс костюмов, конкурс косплеев. То есть приглашаются все желающие, которые поддерживают этот интерес. И желающие могут посетить как просто так прийти, так и в костюмах. Отдыхать в новогодние праздники не придется и кандалакшским спортсменам, а также болельщикам. Таким образом, 4 января во Дворце спорта в 2 часа дня пройдет очередной турнир по мини-футболу. Встреча между командами «Металлург-Локомотив», сборной «Дюш» и «ПЧ-6», «Динамо-Смена», также «Сполохи» и «Манифест». А с 8 по 11 января всех жителей города приглашают на межрегиональный турнир по борьбе с самбо «Рождественская елка» среди юношей и девушек. Ну а в саму новогоднюю ночь Кандалакшан ждет и традиционное, большое массовое гуляние. Оно развернется на двух площадках – в центре города и у ДК «Металлург» на Неветре. Новый 2015 год в третьем и отметим с размахом и удовольствием. Массовое гуляние на центральной площади начнется в час ночи. Для Кандалакшан подготовлено театрализованное представление театра эстрады «Шок». Свои новогодние подарки жителям города преподнесут и лучшие вокалисты. Прозвучат поздравления Деда Мороза и Снегурочки, руководство города и района. А еще всех ждет катание с горы, а малышей – карусели и батут. Игровой комплекс уже установлен в центре города и будет работать не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всех праздников. Ярким аккордом гуляния станет салют. Всем Кандалакшанам предлагают принести с собой на елку бенгальские огни и присоединиться к новогоднему фейерверку. Первые залпы его озарят новогоднее небо в час тридцать. Жители Нивы-3 смогут наблюдать праздничный салют ровно в 2 часа ночи. Сразу после этого стартует новогодняя дискотека. Заметим, что для тех, кто хочет побывать везде и себя показать, и других посмотреть в новогоднюю ночь, будет организовано движение маршрутных такси. В новогоднюю ночь планируем выписать 4-5 маршруток, посмотрим. Если будет народ, значит будем ездить. Народу будет меньше, будем либо убирать, либо съезжать. По факту посмотрим. Сейчас в ночь, в новогоднюю ночь будет двойной тариф. В день пока не знаю, пока не решили. Первая маршрутка отправится от остановки возле магазина «Магнит» в час ночи. И это все новости на сегодня. По окончании нашей программы вас ждет реклама и прогноз погоды на предстоящие два дня. На следующий выпуск «Пульса города» смотрите уже в 2015 году, 12 января. И прежде чем попрощаться, спешу от имени всех сотрудников телеканала ТНТ «Кандалакша» поздравить наших зрителей с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы все то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое продолжение в году наступающем. Пусть откровенные и сокровенные желания, которые вы загадаете в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбудется. Здоровья, радости и благополучия. Будьте счастливы. С Новым годом. Всего вам доброго и до встречи.